Они, выслушав царя, пошли. И сезвезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как наконец пришла и остановилась над местом, где был младенец. Слова «выслушав царя», что в греческом подлиннике звучат как «ахоусантес» и имеют значение «принять поручение», святоотеческая мысль истолковывает в пользу благодушия волхвов, которые не склонны были подозревать Ирода в умысли против вифлеемского «атрачати». Отвечая на вопрос, для чего же чудесная звезда вновь является путешественником, когда они покинули Иерусалим, святитель Иннокентий Херсонский говорит, волхвы могли и сами найти владыку мира в таком небольшом городке. Но звезда указывает больше, нежели дом. Она указывает на божественную природу младенца. Указывает же, по слову преподобного Исидора Пелусиота, на святую пещеру и в ней досточтимые, вмещавшие в себе Господа Ясли, как бы перстом. Еще более прямо научал понимать слова евангельские святитель Иоанн Златоуст, по мысли которого звезда, приблизившись, стала над самою главою отрока, показывая тем самым небесное его происхождение. Евангельский текст говорит нам, что волхвы послушались распоряжения Ирода. О том, что они не уразумели все коварство, скрываемое замнимо благочестивыми его словами, свидетельствует дальнейший текст, повествующий об особом откровении, которое понадобилось, чтобы удержать волхвов от возвращения в царство Иродова. Евангелие от Матфея, глава 2, стихи с 10 по 12. Но даже если бы они знали тайны умысел Идумеянина, это их немало бы не смутило. Всей душой устремились эти мудрецы, чтобы почтить того великого, то, по словам пророка, превосходят не только Ирода, но и всех сынов Сифовых. Книга чисел, глава 24, стих 17. Волхвы отправились в краткий 10-километровый путь явно вечером или ночью, по обычаю восточных жителей, которые имели обыкновение скрываться от жары. И вот, выходя из Иерусалима, они заметили на небе ту самую звезду, которую некоторое время назад наблюдали из Месопотамии на восточной стороне неба. Звезда шла от севера к югу, вопреки закону движения звезд. Теперь она вела магов на юг, в Вифлеем. Что же за явление предстало очам путников? Одна гипотеза гласит, что волхвы увидели естественное астрономическое явление. На небе появился новый объект, пусть не особо яркий, но имевший для астрологов значение предзнаменования. Если звезда появилась сначала на востоке, а затем на юге, то это легко объясняется видимым движением звездного неба в северном полушарии. Гораздо более основательную гипотезу предложил Иоганн Кеплер на основе наблюдений за соединением планет Юпитера и Сатурна в 1603-1604 годах. Рассчитав орбиты планет, он обнаружил, что в 7 году до нашей эры такое явление происходило трижды. Уточненные даты – 27 мая, 6 октября и 1 декабря. А в феврале-марте 6 года до нашей эры довольно близко друг к другу подошли сразу три планеты – Юпитер, Сатурн и Марс. Все это можно было бы наблюдать в созвездии Рыб. Именно этим явлением Кеплер объяснил природу Вифлеемской звезды. Тем не менее, слова Писания заставляют усомниться в подобных точках зрения. Вифлеемская звезда не просто явилась, она шла перед волхвами. А расстояние от Иерусалима до Вифлеема столь незначительно, что объект должен находиться не более чем в миле над поверхностью Земли, чтобы заметить его движение в сторону города. Более того, звезда остановилась перед домом, где был младенец, указала на него определенно. Трудно представить подобное астрономическое явление. Некоторые толкователи пытались объяснить его субъективными переживаниями путешественников. Но издревле святые отцы научали нас истолковывать данный отрывок Евангелия прямо, без аллегорий. Итак, это было чудо, подобное тому, что совершалось при исходе евреев из Египта, когда Бог ввел их днем в столпе облачном, а ночью в столпе огненном. В случае с Вифлеемской звездой мы можем только догадываться, был ли это ангел или Господь иным образом показал свою силу. Вместе с тем, явив звезду, которая помещалась невысоко над твердью земной, Господь научил волхвов, что Он есть владыка звезд, и не следует более им служить светилам, но подобает поклоняться лишь Творцу всяческих. Следует верить, если мы сегодня искренне ищем Господа, Он найдет средство вразумить нас, наставить на истинный путь и отвергнуть прежних идолов. Были бы только сделаны нами первые шаги к Нему, Солнцу правды. Внеси свой вклад, подпишись, оцени и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok